Как-то уже завелось, что настоящее путешествие это обязательно самолет, поезд или корабль, ну на худой конец автобус, который тебя всю ночь куда-нибудь везет. Но это грандиозное заблуждение, интересно путешествовать можно и по родному региону. Для меня родной регион это Свердловская область, а Свердловская область богата разными интересными местами. К примеру, есть город Сесерть, один из старейших городов Урала. Об истории чуть позже, а сейчас давайте поговорим о настоящем. Настоящая же Сесерть это развитие туризма и первая ласточка была в 2007 году, когда организовали парк Божовские места. Почему название такого парка Божовские места? А потому что писатель Павел Петрович Божов здесь проживал и в своих произведениях описывал именно природу этих мест. Жители Екатеринбурга и окрестностей Сесерти хорошо знают этот парк и сюда любят приезжать. Входной билет, правда, стоит каких-то денег небольших, но совсем несущественных. Еще надо заплатить за парковку. Можете сэкономить, поставить машину рядом с парком, никто вас за это не будет ругать и сделать прогулку. Парк хорош тем, что здесь хорошая инфраструктура, положены деревянные настилы, насыпаны дорожки и в некоторых местах сделаны полноценные мостики. В парке есть несколько десятков красивых деревянных беседок, все они очень хорошо вписаны и прибраны, поэтому не забывайте брать с собой чай, какие-то бутерброды и проводите пикники. Есть несколько маршрутов, вы можете подобрать подходящие, а если вы сюда приезжаете не первый раз, то каждый раз можете использовать разные тропы. В мокрых местах постелены деревянные настилы, поэтому сюда комфортно приезжать с колясками и детьми. Речной бобр – полуводное животное, самый крупный по величине грызун в России и северном полушарии. Сереца по берегам – рек с небыстрым течением осер и иных водоемов, берега которых покрыты деревьями и кустами. По парку расставлены различные фигурки и такие стенды информационные, мы останавливались и обязательно что-нибудь читали. А это, к примеру, бобровая плотина, она искусственная, ее люди сами сделали, но очень натурально. С тропы можно отходить в сторонку и находить какие-то интересные места, допустим, бывший вход в шахту, но теперь он замурован, сюда не пройти. Идеальное место для туалета, хотя туалеты в парке расставлены, конкретно на этой площадке туалет был забит, забит конкретно. Прямо вот выше ребенок пошел, говорит, ой, папа, я сейчас утону. Мостики с перилами, а где вы такое еще видели? Ну, понятно, какая-нибудь там, не знаю, Москва или Санкт-Петербург. И парки, которые примыкают к этим городам, могут похвастаться подобным оснащением, но чтобы на Урале, я вижу впервые. Главным же местом парка Бажовские места, куда стремятся все туристы, является озеро Тальков Камень. Это бывший карьер, где добывали тальк, но правда добыча была в 19 веке, в конце 19 века. Окончательно добыча прекратилась в 1927 году, когда нашли крупное месторождение неподалеку. Это старая линза, тоже, кстати, знаковое место, туда тоже можно съездить и что-то посмотреть. Ну а дальше карьер начал наполняться, заполняться водой, и сейчас это памятник природы Свердловской области. Выработка была довольно серьезная, сейчас глубина озера составляет 27 метров, поэтому водолазы его используют для тренировок. У меня была идея искупаться, но около озера была табличка купания запрещено, и мои близкие сильно заволновались. Папа, не ходи купаться, как мы тебя будем спасать, ты утонешь. Ну хотя плывец и так себе, но в принципе думаю осилил бы, тем более пошел дождик, такая чудесная погода. В итоге моя купальная идея так и осталась идеей. Кстати, около озера есть беседки, в которых можно передохнуть, перекусить, поэтому не забывайте еду. Мы вот с собой еды не взяли, только чай. И в итоге, да, нам не повезло, пришлось есть из этой птичьей кормушки. Основная масса гостей парка Бажовские места возвращались обратно по той же тропе, что и пришли. Но мы пошли дальше, нам было интересно посмотреть, что же там. Мы пошли по зеленому маршруту, и здесь было, там практически не было людей, буквально 2 или 3 человека попались. И инфраструктура также продолжалась, были беседки, были туалеты, все вполне себе на уровне. И дорожки, они также продолжались, и они были хорошего качества насыпные. И даже местами было видно, что под дорожки были постелены специальные слои резины, чтобы они не смывались. На карте, выданной на кассе, были две достопримечательности, которые были дальше всех. Это ключик кипящий и пруд Панова, именно к ним мы и пошли. Где кипящий святой источник? Ключик оказался не совсем бурлящий, но потом мне сказали, что иногда там он попукивает, и происходят такие пузырики. Но мы этого не увидели. Ищем озеро. Ну ладно уж не озеро, а пруд Панова. И пруда Панова мы тоже не обнаружили, видимо пруд давненько уже высох, и здесь уже такие джунгли. Я думаю, что вот это озеро было. Что ты ждешь? Пруд Панова? Да. Пруд Панова высох. Да ладно. Ну что, в итоге нету ни кипящего святого источника, ни озеро, озеро высохло. Поэтому фрюк получился зря. Ну как зря. Такая чудесная прогулка, уже 16 тысяч шагов. Одна из сторон парка Бажовские места омывается рекой Черной и Сесердским водохранилищем. Вот там, где находится наша следующая точка, и самая главная точка, это проект Леда на заводе, но об этом чуть позже. А здесь посмотрите, как небедные люди живут, оказывается, в Сесерде. Такие особнячки приличные. В теплые деньки, наверное, не лишним были бы плавательные принадлежности, и немного можно было бы поплавать. Ну все, большой круг сделан. Арсений сказал, наверное, мы зря пошли. Зачем мы там пошли? Ну, я вам скажу, по природе гулять, по уральской природе великолепно. А если вы, допустим, пригласили каких-то гостей на Урал, которые впервые видят, то вот парк Бажовские места, идеальное место для того, чтобы показать уральскую природу. Эмоции? Очень сильно болят ноги, я их не чувствую. Пришло время подкрепиться, и будет от меня рекомендацион. Сливовица. Сербская кухня, вот так, в какой-то Сесерде. Вот югославская еда. Небольшое аккуратное кафе на окраине Сесерде на Трактовой улице, и мне скорее оно напоминает не какое-то сербское бистро, а скорее какое-то семейное заведение. Кстати, были люди, которые заказывали свадебный банкет. Для меня это показатель. Меню обширное, но в основном это все мясо. Плескаются чевапчичьи шашлыки. Что мы и взяли. Все подается с картофелем, с луком, с соусом. Салатик обязательно возьмите. Ну все такое, знаете, домашнее, вкусное. Жаль денег, они мне за эту рекламу не платят. Ну ладно, еда была вкусная. Полторы тысячи рублей, я считаю, что вообще для таких больших порций недорого. Будете в Сесерде, обязательно загляните. Ну скажи, что по поводу заведения под названием Сливкавица. Вкусненько. Вкусненько? Можно заходить? Да. Сливковица. 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 Видно парк Божовский, места с горы Бессонова. И мы с вами перемещаемся в самый центр города Сесерде. Уже с первых кадров видно, что Сесерде, она как бы такая модненькая. Сейчас даже есть раздельный сбор мусора. Хотя, если вы посмотрите Яндекс.Карты и обзор улиц, то обнаружите, что Сесерде в 2020 году была таким, знаете, уездным городком, с плохими дорогами, не было тротуаров. А сейчас здесь вот так модненько. И все потому, что здесь открыли модный туристический кластер, стильное общественное пространство, лето на заводе. И сейчас сюда, со всей Свердловской области, с Екатеринбурга, едут гости каждые выходные в течение всего лета. Вот в этом красиво обшитом контейнере, сверху которого находится балкон, находится касса. Сам проход в лето на заводе бесплатный, но много всяких активностей, в том числе, допустим, обзорная экскурсия. Или билеты в театр вы можете купить, или на какой-нибудь концерт. В воздухе витал запах кофе, а мы купили экскурсию, и надо было подождать. Зашли в кофейню, зарядились кофейком, красивые десертики. Не попробовали, но вы обязательно попробуйте и расскажите в комментариях, каковы они были на вкус. Первая экскурсия лета на заводе начинается в 12.30, и стоит она 500 рублей с человека. Но по большому счету, можете и не платить, если совсем беда с деньгами. Но лучше заплатите, проекты ведь развиваются. Гид такой клевый, динамичный мужик, работает в местном музее Павла Бажова. И нарядился как раз в тему, как будто бы он работник завода, рабочий уж, если быть точнее, завода конца 19 века. Сапожки у него здесь, как раз брючки, кепочка. И вы знаете, он рассказал много таких историй. И у меня же было такое мнение, что горнозаводской Урал, эксплуатация людей, бедные люди, замученные, работают 14 часов в день. А оказывается, люди-то и неплохо жили, и хорошо зарабатывали, и много себе позволяли. И по выходным они вот на этой платине даже какие-то гуляния устраивали, выпивали. И вот этот барин, который якобы их эксплуатировал, он проводил время с ними, одевался он точно так же, как и они. Ну, по крайней мере, гид это нам рассказал. Внимемся к поклонному кресту на Бессоновой горе. Раньше, кстати, гора называлась Караульная. Но в 1774 году на Цесерть напал Емельян Пугачев. И вот эту самую гору оборонял, в том числе и сержант Бессонов. И он героически погиб. И в честь него гору переименовали. Раньше же люди по-другому жили. Если вот есть какой-то завод, то это значит укрепление. И на них постоянно кто-нибудь нападал. То башкиры, то Емельян Пугачев, то какие-то разбойники. В общем, люди обороняли свое счастье, потому что им было за что бороться. И в этот раз у них получилось. Не сказал самое главное, чем же занимался завод. Он был металлургический. Выплавляли чугун и железо. Позже делали какие-то изделия для стиральных машинок в Вятках. А это истакада доминого цеха. И она охраняется государством. А точнее Свердловской областью. Почему? Потому что это памятник архитектуры. Чем она примечательна? Ну, тем, что, наверное, с Эйфелевой башней они родственники. Если вы посмотрите, в принципе, тот же самый металл и те же самые клепки, что и на Эйфелевой башне. Поэтому не надо ехать в Париж. Достаточно приехать в Сесерд. Все-таки это колоритно, когда церковный звон слышишь. Кстати, лето на заводе работает только по выходным. Поэтому, если вы наметили свою поездку в Сесерд, имейте это в виду. А если вы так же, как и мы, решили погулять по парку Божовские места, то лучше заложить на поездку два дня. И, к примеру, в пятницу приехать погулять по парку, а уже на субботу наметить себе в лето на заводе. Ночку переночевать в Сесерде, поискать хорошие отели по хорошим ценам лучше на Яндекс.Путешествиях. Они сейчас активно развиваются и самые лучшие цены именно там. Активная ссылка в описании к этому видео. Я знаю, что многие люди смотрят и говорят, это что за труха и зачем сюда ехать? Да, место подзаброшенное было долгие годы. И буквально два года назад его стали восстанавливать инициативные люди. Для полного восстановления требуются миллиарды рублей, но вряд ли их кто-то будет выделять. Но при этом место кайфовое. Сюда хочется приехать еще и еще и что-то посмотреть, что-то поделать. Тем более, здесь много чего можно поделать. Полно мастер-классов, как для детей, так и для взрослых. Каких-то материалов делают из пластика, из чугуна. Что-то еще можно поделать. Дети кайфуют, бегают и просят родителей, папа, папа, купи, давай сюда. И вот эти виды, это, кстати, интересно. Вот ты вот когда это все заброшено смотришь, думаешь, фу, что, как тут. А когда это все оживлено, когда люди ходят. Супер интересный момент. В 1916 год ввели 8-часовой рабочий день, а в 1918 году завод уже закрыли. А знаете почему? Потому что завод был Сесерт Лимитед, принадлежал англичанам. И уже после была национализация. Ну так, богатые, здорово, рабочие уже никогда не жили. И завод уже все прожил свое. Ну и теперь молодые инициативные люди вдохнули в это место снова жизнь. Причем как вдохнули качественно. И фудкорт. С каждым годом все лучше. Ну да, можно взять шашлычок. Можно взять какой-нибудь, не знаю, джирос или коктейльчик. Но есть же еще и миди. Поэтому здесь с каждым годом все лучше и лучше. И я помню, как в 2020 году я смотрел фотки оттуда. И казалось, ну пока еще рано ехать. Еще мало каких-то арендаторов, которые бы наполняли завод. А сейчас каждый клочок пытаются как-то оживить. И чтобы было что-то интересное. Большинство помещений завода в аварийном состоянии. Туда просто опасно впускать людей. Но некоторые уже исправили, укрепили. Туда можно заходить, стоят столы, дети что-то творят. Клей. Нюхают? Нет, не нюхают клей. Они делают, допустим, мыло. Или какие-нибудь футболки разукрашивают. Ну полно всего. И везде хочется заглянуть. Допустим, здесь театр. На театр можно купить билеты. В следующий раз обязательно посещу. На театр нужны отдельно силы. Театр штука такая. Здесь какие-то инсталляции. Тоже довольно интересно. И я надеюсь, что с каждым годом помещения будут все вводить и вводить. И что-то будет дополняться. И ты будешь приезжать. И каждый год будешь для себя находить что-то интересное. Посреди заводской площади установлена сцена, где разные музыканты исполняют каверы или свои композиции. Вечером я думаю, что билеты на некоторых исполнителей могут быть и платные. Но днем было все бесплатно. Все очень задорно, весело. Кто-то подпевал, кто-то подтанцовывал. А кто еще если накатил, то вообще ему было очень хорошо. Ну а как стороной мастер-класса могли обойти мы? Мы искали, выбирали и поняли, что хотим гончарный круг. И что-нибудь там полепить. Сначала просто Арсений должен был сесть и полепить. Ему очень хотелось. А потом мама говорит, я тоже хочу. Села, давай лепить. У мамы правда не получалось. Как ни странно. Она говорит, что ее вины в этом не было. Я правда сомневаюсь. Но у них получились классные изделия. Позже покажу. Это, кстати, театр. Такое, знаете, мне кажется, это любительский театр. Они играли как будто бы это детский садик. Очень приветливые. Привет, привет. Может быть, ты тоже увидишь. Пиши комментарий. И вот эта зеленая лужайка, где можно отдохнуть. Стоят стульчики, где можешь посидеть. А можешь просто на травку завалиться. Она подстрижена аккуратно. Как будто бы ее специально-седективно здесь производили, делали. Вы посмотрите на это счастье взрослой матери двоих детей. Она по новой начала. А Арсений заканчивает. Сейчас будет обрезать этими нунчаками. Еле справился. Конкретно гончарный круг не дешевый. За двоих вышло пару тысяч рублей. Но оно того стоило. Изделия будут готовы через 30 дней. Они, кстати, уже готовы. Их надо только забрать. Проблема в том, что мы находимся в другом городе. Мастер-классы, как я говорил, разные. Можно порисовать. Можно сделать такую красивую футболочку. Арсений на нее намерился. Говорит, если в следующий раз поедем, будем делать футболку стильную. С какими-то красивыми цветами. Я думаю, что у бренда лета на заводе большие перспективы. Даже собственный сидор есть. Ну а что, какая-то компания производит сидор. И это все модно. Он безалкогольный, правда. Не дешевый, но вкусненький. Еще одно наблюдение. Это гости. Гостей много. И когда мы проходили экскурсию, Экскурсовод спрашивал, Так, откуда вы, друзья мои? И многие люди сказали, что они из Москвы, из Санкт-Петербурга. В общем, они специально прилетели в Екатеринбург, Чтобы что-то исследовать, посмотреть. И приехали в лето на заводе. И я вам советую, если вы решили попутешествовать по России, Прилететь в Екатеринбург, Сесерд надо обязательно посетить лето на заводе. И Бажовские места. Как не подойти к Сесердскому пруду? Правда, он в этом году измельчал, Как и многие водоемы Свердловской области. Все-таки третий год подряд очень тепло. О, жарко даже, я бы сказал. Ну, я думаю, что в следующем году водичка добавится. А здесь стоит детская площадка. Она прям на уровне. Деревянная, веревки, лазалки. Куда-то можно залазить, с горки скатываться. А рядом вот эти руины. Это так все красиво вписано. Ну, очень редко встречаешься такие детские площадки. А самое главное есть, тут чем заняться не только детям, Но и родителям. Родители могут полежать на лежаночках, Могут пойти к озеру и поплавать на соборде, на лодке или на катамаране. А для детей две площадки. Одна для тех, кто постарше и способен лазить. А вторая для тех, кто попроще, кому надо в песочек играть еще. Есть прокат. Обязательно приходите, катайтесь. И мне вот только жаль, что зимой, к сожалению, здесь ничего нет. И все это закрыто. Может быть, что-нибудь и придумают. А мы за этим будем за всем следить. Я, кстати, подобрал для вас несколько других видео. Обязательно переходите и смотрите. И не забывайте ставить лайк. Подписывайтесь на мой канал.